Микрорайон Заостровка. Съемка на мобильный телефон очевидца пожара в доме по Маяковского 22. Загорелась в ночь со 2 на 3 мая. Слышно, как стреляет шифер, горит кровля. У меня позвонили соседи и говорят, что мы горим. Я не поняла сначала ничего. Собралась, вылетела, смотрю, здесь уже крыша, в этом 22 доме, уже полыхает. Пламя потушили, однако крыша сильно пострадала. Теперь в ней зияют дыры. Перед ликвидацией пожара дом отключили от электричества и газа. С тех пор, вот уже 10 дней, жители 8 квартир живут, как в позапрошлом веке. Газ, свет нету, не знаю, когда будет. Ничего не говорили? Вот это, внучка-то звонила, управление-то. Вот комиссия придет, комиссия придет. Когда придет? Может завтра, может, послезавтра. Никто ничего не знает. Сырья Зайнулина из тех, кого называют дети войны. Этот День Победы ей пришлось встречать в темноте и холоде. Внуки и правнуки уехали пожить к знакомым, а пожилая женщина дом покидать отказалась. По квартире ходит в верхней одежде. Из развлечений осталось только вязание, но вечером и оно недоступно. Темно. Мы война время учились, сынок. Отец погиб на прожитке. Война время учились. Это время, опять старости, летом учились. Это что такое? Мы отправили запрос в администрацию Дзержинского района. Нам ответили, что управляющая компания «Актив», на балансе которой находится дом, после пожара его обследовала и установила, несущие конструкции кровли полностью разрушены. Вопрос с ремонтом крыши сейчас и решается. А электричество и газ пообещали подключить уже завтра. В настоящее время управляющей компанией ведется работа с энерго- и газоснабжающими организациями по подключению электроэнергии и газа. Срок подключения – 13 мая 2016 года. В администрации района в этот же день состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по данному дому. Тем временем, к вечеру 10 дня над городом сгустились тучи, начался проливной дождь. Впереди очередная темная и, вполне вероятно, сырая ночь. Евгений Гуляев, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.